весна такая снежок идет 3 марта эту весну уже прозвали целлофановой весной потому что в россию отправляют ребят в целлофане сегодня ночью со 2 на 3 марта мы сидели слышали здесь взрывы но не прямо в ирпене слышали откуда-то со стороны там оказывается в киеве упала ракета рядом с южным вокзалом и у нас очень хорошо грохнуло тоже слышно было потом под утро возобновились но какие-то удары и позже мы узнали что это наше пво стреляла и сбили российский самолет су-30 который упал где-то рядом с ирпенем кроме того утром сбили еще ракету где-то тоже над ирпенем и ее осколок упал у нас здесь я даже сейчас пока так выяснили мы что случилось что упала сюда возле на улице получается это какой-то остаток ракеты пво сбила ракету над ирпенем и остаток ракеты упала сюда вот вон там дым идет просто остаток ракеты не бомбежка а тут школа рядом могло бы на школу упасть капец центр ирпеня в к маркете очередь наверное но какие-то продукты дают все еще есть люди стоят надеются что-то взять так конечно в остальном безлюдно проезжают машины иногда слышны выстрелы сказали что где-то рядом сейчас идут бои наши из артиллерии стреляют по колоннам потому что в ирпене сейчас все спокойно тут нету никаких российских войск никаких диверсантов но есть вокруг ирпеня где-то там но непонятно насколько километров в сторону возле макарова вчера разбили какую-то колонни вчера позавчера в бородянке разбили то есть они где-то там бродят накапливают силы потом колоннами движутся в сторону киева через ирпень им неудобно идти потому что тут реки река бучанка река ирпень мосты все взорваны поэтому они будут кругами где-то ходить вокруг и там они попадают под обстрелы говорят что они там голодные а уже настывшие погода посмотрите какая сыра у них мало топлива короче тылы им отрубили они не получают поставок ну конечно пытаются там что-то ну вот такая оперативная обстановка у нас сейчас это нам сообщают официальные источники украинские услышите стреляют в общем это научились различать да мы научились различать мы сейчас идем по центральной ирпенской площади ну как видите здесь народу почти нету ну ходят от магазина к магазину а сегодня в 9 часов утра должен должно было быть два вагона по железной дороге которые должны были увезти женщины детей желающих уехать из ирпеня на киев я правда не понимаю чем в киеве лучше потому что вот сегодня ночью мы слышали как киев нормально бомбили а на поезда да из киева уходят поезда куда-то за границу прямо сейчас мы кстати сегодня хотим перебазироваться с нашей квартиры на чужую квартиру человека который уехал ну то есть он еще не уехал только-только сел машину мы еще не знаем насколько удачно он уедет и если он нам позвонит и скажет что все нормально мы проехали потому что сейчас ну непонятно можно ли пропитать там по этим селам дни на рвут не нарвутся ли они на оккупантов да самое опасное здесь место вот это вот западное направление северо-западная возле киева здесь много всяких сил бродит так вот если он нам позвонит и скажешь он прорвался уже куда-то там сторону обухова и они едут дальше то мы займем его квартиру потому что у них в доме есть хорошее убежище там подземный паркинг просторный бетонный короче несколько выходов из этого паркинга а у нас такого вообще нету вы видели у нас там маленький подвальчик причем под лестничной клеткой и это говорят самое опасное место под лестничными маршами сидеть потому что они крепятся так ненадежно при случае попадания снаряда в дом именно лестничные марши могут в первую очередь завалиться смотрите сити маркет тоже стоят немного людей там а возле форы там фора в том конце там куча людей я еще мы еще не подошли близко очень долго стоять на холоде да а сейчас мы к вокзалу подходим к жидает и с вокзала уже сколько уже дети совесть то с вокзала должны были сегодня отправиться два вагона мы не знаем отправились или нет очередь конечно длиннючая вот в фору это центральная фора здесь у нас возле жиды вокзала вон она там видите люди выстроились на фоне вы слышите грохочет все время он очередь там вход в фору а вот здесь она заканчивается очередь боже там возле других супермаркетов тоже огромные очереди но люди не я вам скажу люди не в панике вот что есть в украинцах это все люди сохраняют спокойствие и оптимизм не уехала а мы думали на 9 часов должно быть на 10 перенесли на 10 а перенесли на 10 но началось это будет на автобусах тоже через романов кто типа а проехать через романов к тому же мы там через мост там сточет догое кто могут перелезть так это у нас новус тоже в новусе очередь стоит выходит он с кульками с едой вот слышите это то ли рады то ли артиллерия по очереди и вот непонятно с какой стороны вообще и куда шо отходишь такие так нам надо идти через железную коробку а теперь с другой стороны это ответка уже летит кошмар у нас тут просто бои вокруг как это перестрел когда однозначно воздушной тревоги сейчас нету короче мы выяснили что два вагона которые должны уехать на киев еще не пришли перенесли на 10 часов утра сейчас уже скоро 10 возле подземного перехода люди стоят ждут а здесь можно перейти собачки такие прикольные сидят возле новуса ну мы ходили как раз ключи забирать и заодно идем по улицам смотрим как обстановка народ возле магазинчиков стоит кстати возле небольших магазинов меньше людей чем возле новуса обещают открыть в общем сдохла у меня батарейка на камере доснимаю на телефон мы ездили на заправку на кло возле жирафа хотели узнать нет ли там бензина и нам сказали что бензина нет заправка не работает и мы пошли вот пройтись здесь по центру и в принципе это все на данный момент что мы знаем про пень короче такая обстановка что будет дальше мы попробуем вам рассказать в других видео может быть не сегодня завтра потому что нам сегодня еще предстоит переезд очень много дел получается так что всем добра мы верим в победу уверены в том что время работает на нас сейчас хоть и идут какие-то там от бои и обстрелы но это неактивные действия и русские не продвигаются вот в чем плюс они вот это вот уже в истерике бомбят города мирных жителей авиации это все что не могут делать сейчас всем добра всем оптимизма и встретимся в следующих видео это точно